Здравствуйте! Не так давно на своей страничке ВКонтакте я предложил своим друзьям задавать вопросы, если у них есть вопросы ко мне, как к священнику, вопросы, касающиеся жизни Церкви, Церкви и общества, богословские вопросы, связанные с историей Церкви, с веручением, может быть, обрядово-бытовые, или просто вопросы, в которых было бы интересно мнение человека верующего и мнение священника. Вот такие вопросы начали поступать в личных сообщениях на моей страничке ВКонтакте. И один из таких вопросов я бы хотел попробовать сегодня обсудить. Этот вопрос встречается довольно часто, и задают его молодые люди вопрос по поводу единоборств. Можно ли заниматься восточными единоборствами? Для многих молодых людей, которые считают себя верующими, которые причисляют себя к православной вере, это является некоторым камнем преткновения. И, кстати, нужно сказать, что если такой вопрос уже задается, это уже явный признак того, что есть о чем подумать, что присутствует какое-то противоречие, совесть подсказывает. Но вот как разобраться в этом вопросе? Как и во многих таких глобальных вопросах, Церковь не может сказать, что вот это белое, вот это черное. Где грех явный, там как бы проще с этим разобраться. Но где могут перемешиваться и доброе, и злое, вот здесь, конечно, должен постараться сам человек. И прежде всего его совесть. Потому что совесть, она всегда подсказывает, в первую очередь, что-то я делаю правильно, или что-то я делаю неправильно. То есть, направляется на нужный путь, она как духовный компас. Очень важно внимательно относиться к своей совести. Итак, вот если разобрать этот вопрос, который касается восточных единоборств, совершенно очевидно, что это вид спорта. В целом, против спорта церковь никогда не выступала. И другое дело, что это за спорт, и какие плоды он приносит. Можно попробовать разложить на доброе и злое, на хорошее и плохое, по полочкам. Попробовать рассмотреть, что есть хорошего в спорте вообще, и в данном виде спорта. Ну, во-первых, молодой человек или мужчина, который занимается подобным видом спорта, он становится более уверенным в себе, он преодолевает нагрузки, учится их преодолевать, он сталкивается с пределом каких-то, может быть, своих физических, психических способностей. Это тоже очень хорошо, когда он знает какие-то некоторые свои границы, пределы человеческих возможностей, и учится преодолевать, учится быть сильнее, как бы вырастать из своего прошлого, из своей слабости, укрепляться. Безусловно, такой вид спорта, он придает уверенности, он укрепляет самооценку, что иной раз важно, потому что часто многие молодые люди, они подвержены некоторым комплексам, и эти комплексы, они построены на пустом месте, и нужно их уметь преодолевать, и спорт помогает в этом, почувствовать себя действительно мужчиной, крепкой, сильной личностью, которая может сделать что-то хорошее, потому что, чтобы сделать что-то хорошее, созидающее в этом мире, нужна уверенность. И вот иной раз спорт, он является некоторым одним из кирпичиков, которые оформляют уверенность в человеке. Потом, можно сказать, что спорт помогает, ну, просто в каких-то физических таких вопросах здоровья, там, биохимические процессы в организме, они лучше действуют, взаимодействуют, то есть, организм, который учится преодолевать нагрузки, он более здоровый организм, и он, ну, лучше проходит какие-то трудности, не только связанные с физическим миром, также и там, и болезни, и там, психические какие-то нагрузки. Все это, вот багаж, человек, который занимается спортом, он помогает тому, чтобы преодолеть эти нагрузки. Вот. Потом, если это командный вид спорта, он учит чувство локтя, вот это вот ощущение товарищества, команды, и вообще, даже если не командный, но возникает дружба среди ребят, если они занимаются спортом, если они вместе выступают, конечно, здесь больше хорошего, чем плохого, больше хорошего, но есть и плохая сторона этого вопроса, есть то, что отводит человека от истины, и что может возрастить в нем не добродетели, а страсти. Это вот два разных полюса, на которые мы должны постоянно обращать внимание, что происходит в нашей душе, какие состояния там преобладают, и то, с чем мы сталкиваемся, вот музыку мы слушаем, смотрим фильмы, занимаемся ли мы спортом, вот что именно в моей душе формируется, какие состояния, вот какие струны задеваются, страсти или добродетели, вот зацикливается ли это на мне самом, на моем я, а это уже явный признак страстей, это, конечно, во многом зависит от самой личности, и от мотивации. Вот этот вопрос, мне кажется, такой краеугольный. Вопрос мотивации, зачем я это делаю, для чего я это делаю, каково было намерение перед тем, как я встал на этот путь. И вот Господь, Он видит прежде всего мотивацию, и благословляет, одобряет, или наоборот, не благословляет человека, потому что видит, к чему это может привести, иногда оставляет его, иногда дает ему какие-то сложности на жизненном пути, на бить шишки, чтобы он задумался над тем, что, может быть, он идет мне по той дороге. Так вот, мотивация, именно с этого нужно плясать, как мне кажется, и в данном вопросе нужно рассматривать, зачем я иду этим путем, и для чего мне это нужно. Если это мне, то нужно для того, чтобы уметь защищать себя, своих близких, и так далее, то это, как бы, некоторым образом одна дорога. Если я хочу в любое время заставлять людей исполнять то, что я хочу, это некоторым образом дорога совершенно такого другого направления. Я немножко утрирую, карикатуризирую, но тем не менее, вот как бы, основные направления можно рассматривать таким образом. Так, намерение, намерение. Ведь, человек, занимающийся спортом, если он имеет благие намерения, то, конечно, время, потраченное на тренировки, оно не пройдет даром и будет иметь свои благие плоды. Вот это совершенно очевидно, совершенно очевидно. Дальше. Что касается именно восточных единоборств, очень часто возникает такой вопрос у многих людей, что именно такая духовная составляющая, она противоречит духу православного человека, так как большинство у нас, живущих в России, люди крещеные, связанные с церковью, с жизнью православной, то это вот вызывает некоторые противоречия. Здесь нужно согласиться с тем, что противоречия есть по своей духовности и есть элементы медитации и так далее, какого-то поклонения учителю, как гуру, чрезмерного поклонения. И поэтому здесь можно обратить внимание на то, что русский человек он смог взять самое лучшее из восточных единоборств и переработать это, наполнив как бы духом русского человека. Так появилась самба, к примеру. Один из основателей самба был учеником Николая Японского, ныне прославленного в леки святых Николай До, то есть просветитель Японии. И вот ему посылают семинариста, который бы ему помогал, если не ошибаюсь, его звали Василий Ощепков. Вот этот семинарист начинает интересоваться дзюдо, а впоследствии вот он берет все самое лучшее, как я уже говорил, и оставаясь при этом русским человеком по духу, он сумел привнести элементы совершенно разных единоборств и как бы объединить их в одну систему. Так появляется самба, которая сегодня очень популярна. поэтому если возникает вопрос о каким видом единоборств заниматься, то я думаю для православного человека это будет наименее противоречиво. Если мы например сравним это действительно с каратэ, с ушу и с другими единоборствами, которые как я уже говорил имеют некоторым образом такие медитативные техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok